Она впервые на нашей сцене, и она споет очень классный хит. Только прекрасная вокалистка, вот это вы преувеличили прям. Всех с наступающим Новым Годом, да, не судите строго, я только учусь. И как называется песня? Смотри, Гагарина. Начинаем. Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанный нашими откровениями, сложно дышать. Не жали. Мы все уже сделали это лишнее. Вопросы, зачем? Уходи, быстрей забирай с собой наше прошлое, все на часах. Смотри, время истекает внутри. Смотри, сердце умоляю, прости, я прощаю. Пламя так горает, хочешь, и молодой мир. Смотри. Время заметает следы, память истирает. Все, кто ты, между вами, ты и тот по экране, где мы всегда играем, не мы. Завтрашний день подарит новые силы. Перевернем страницы жизни красиво. Звездами навеки запросим, и в космосе снова сиять. Пусть все получится, когда захочется. Свободу отличить от одиночества. Искренность поможет сегодня начать все с чистого. Искренность поможет сегодня начать все с чистого. Все кадры между вами, видно на экране, где себя и краем не мы. Смотри. Смотри. Время истекает внутри. Сердце умоляю, прости, я прощаю. Пламя так горает, хочешь, и его забери. Спасибо. Это была Сирена, гость нашего отчетного концерта, нашего фестиваля. Вот так вот закончился концерт. Я сейчас вышла, наш вокальный блог закончился. Нервничала, нервничала очень. Хотя, когда одну песню уже споешь, с аудиторией есть взаимодействие какое-то. Я всегда стараюсь снимать ожидания в начале. Потому что, мне кажется, что ожидает много, особенно, когда вот так вот меня, блин, как-то вокалистка, прекрасная вокалистка. Сразу уже такие думают, о, ожидания, сразу такие, вот что там за вокалистка. Я сразу стараюсь это снимать и всегда говорю, что меня объявлять, как вот наша ученица, скромная ученица, только учится. Почему вот других так объявляют, а меня по-другому? Не надо, чтобы от меня много ждали. Вот, но в итоге вот так вот, вот такой вот концерт. Классно, я бы сейчас еще одну спела, но уже думаю, ладно, всего по чуть-чуть. Но в следующий раз, следующий концерт уже со всеми же этими людьми, я думаю, уже будет не так нервно. И, честно говоря, я еще до последнего не знала, буду ли я выступать или нет. Последнее занятие я, честно говоря, вообще пропустила. Я просто забыла, что оно у меня из-за этой квартиры. Я была вообще на квартире и разговаривала со строителями в этот момент, когда мне моя преподавательница говорит, я тебя жду вообще, ты будешь сегодня? И я понимаю, что пока я доеду, пока то все, там останется 20-10 минут нам на вокал. Ну, еще и тут вопросы не порешала. И в итоге последнего занятия даже не было. Распевки не было вначале, потому что все очень быстро. И преподаватель наша была, с детками занималась. У них вначале был концерт с детками. Поэтому времени на все это не было. Но я пока ехала на вокал, я раз 10 спела песню эту в машине. Больше не то, чтобы распеться, а просто не забыть слова. И то я все равно забыла слова. И ничего страшного забыла, там пару слов. Ничего страшного. Тоже страшно, думаешь, забудешь слова, как это ужасно будет. А забыл там что-то, отвернулся, замахнулся и продолжил. Все нормально, не так страшно реально. Не так страшно, черт, как его молюет. Вот. Ну вот, и только когда я пришла, я так и сказала организатору, что я приду, посмотрю зал, посмотрю аудиторию. Если коннект будет, откликнется мне внутри, чтобы выступить. Я выступлю. Если нет, ну то есть, может ты придешь, да, увидишь этот зал и думаешь, нет, я не выйду. Хотя, честно говоря, я не из таких людей. И наоборот, когда у меня это возникает, то есть это я сама себя готовлю, типа я могу не выйти. Но на самом деле ни разу не было такого, чтобы я не вышла. Я сама себе всегда кидаю вызов. Я правда очень переживаю. У меня на сцене тряслись руки, колени. Мне казалось, что видно, как трясутся мои колени. Вот. Но я старалась о чем-то думать. Самое интересное, что если я о чем-то левом думала, то я могла забыть слова. Я должна сосредоточиться быть на песне, представлять что-то, уже продумывать, что я там вперед пою. Короче, столько нюансов всяких разных с этими песнями. И в общем, это надо петь, петь, петь и петь. И тогда, ну хотя бы половина, 50% этого страха обязательно снимется. Ты будешь уже более уверенно себя чувствовать. Ну и, соответственно, я записала себя. Сейчас приду домой с мамой, посмотрим. Оценим все косяки и будем над ними работать. Такие дела. Время истекает внутри. Сердце умоляю, прости, я прощаю. Память догорает. Хочешь, его забери. Спасибо.